Римский император Веспасиан пришел к власти в 1969 году после непродолжительной гражданской войны. С финансами начались проблемы еще в правлении Нерона из-за его расточительной политики, и война лишь ухудшила положение. Чтобы восстановить экономику империи, помимо ввода режима жесточайшей экономии, Веспасиан усилил налоговый гнет, отменил действующие льготы и ввел новые пошлины. О жадности императора слагали анекдоты. Светоний пишет, что однажды ему решили поставить статую за общественный счет. Статуя должна была быть колоссальная, и стоить, как передает Дион Касси, миллион. В ответ Веспасиан протянул ладони и сказал, ставьте немедленно, вот постамент. Новой налоговой политикой были недовольны не только римские граждане, но даже самые близкие Веспасиана. Однажды к нему с претензией подошел его сын Тит, будущий император. Поминая жадность отца, Тит упрягнул его, где тот настолько обезумел, от алчности, что даже общественные писсуары обложил пошлинами. Веспасиан, в свою очередь, взял одну из монет, полученных после введения этого налога, сунул к носу сына, спросив, воняет ли она. Получив в ответ «нет», император воскликнул, а ведь это деньги с мочи. Отсюда и пошло знаменитое выражение «деньги не пахнут». Одна из сатир знаменитого римского поэта Ювенала посвящена дурному воспитанию родителей. Ее мораль проста, отцы нередко виноваты в том, что передают свои плохие привычки отпрыскам. Так любопытно одно вредное наставление, которое старик дает своему сыну. Если ж тебе не по нраву нести постоянно работу, в лагере, если живот тебе слабит от трубного звука, звука рогов, то торговлей займись, запасай, что возможно. Перепродать в половину дороже, но только не брезгуй всяким товаром, хотя б и пришлось его прятать за тибром, и не считай, что какая-нибудь есть разница между кожей сырой и духами. Хорош ведь прибыль и запах будет от вещи любой.